Добрый день! Сегодня мы находимся в гостях у семьи Вальшаковых. С нами беседует Вера Леонидовна, и она нам расскажет о всей своей трудовой жизни, о том, чем же она занималась в колхозе «Новая жизнь», который находился в то время в Николе. Вера Леонидовна, расскажите, чем же вы там занимались? Так, я работала в качестве золотовика-селекционера с 1969 года в колхозе «Новая жизнь». Так, работа у нас была целенаправлена на получение мяса, молока, вести племучет по всем фермам. Фермы были у нас большие, крупного рогатого скота было, 1600 голов. И из них 5 ферм молочного стада было, и 4 фермы по выращиванию корма и молодняка крупного рогатого скота. Я правильно понимаю, да, что за всеми вот этими вот животными, за всеми людьми, которые вот их обслуживали, вам приходилось присматривать? Да, как обязательно, это основная работа наша, входит, смотреть. То есть, обязанности зоотехники, они вообще какие? То есть, понятно, что вот вы начальствуете? Ну, кроме всех вот таких дел, это, во-первых, и дисциплина, и все это, все входило в нас, в нашу работу за качеством продукции, за мясом, за молоком, чтобы подержание было. Вот это вот у нас, ну, эти поголовья, мало ли такое. А с чем может быть связано, вот, падеж вот этого? А падеж, знаете, бывает, что или, например, бывают случаи, когда теленок, например, родится, где-то вот, может, он неправильно роды, или, может быть, это само, недокорм, вот это вот, бывают, что такие случаи. То есть, вы умеете принимать роды у... Ну, так, приходится ночью вместе работать, с ветрачом у нас, два ветрача работали, всю дорогу и ночью была, позвонят, Вера Леонидовна, давайте срочно, второго не может расстелиться, мало ли. То есть, забой была, ночью даже вот нанимаем кого-то, ну, у нас люди есть специальные вот такие. Каждый работник, который вот у вас чем-то занят, получается, не просто вы должны знать дело каждого работника, но и уметь. То есть, вы могли бы идти ветврачом, если понадобится. Конечно. Нужно, там, разделаете корову, если необходимо. Ну, если что, например, такие роды бывают сложные. Понятно, что это не ваши обязанности, но если нужно, то вы сможете. Нужно обязательно, это без нас тоже. Ведь ты тоже, дарьешь команду, например, где-то забой, а если, например, без нашего ведома, они не могут забивать никак. Все умеете, значит, нужно подоить, подоите, научите доить. Нужно косить, научите косить. Все, все, вся эта работа такая наша, очень ответственная. Короче говоря, вся дисциплина, то, что, например, всех животноводов тоже смотрим очень на каждого. Да, взыскания, там, например, или чего-ли. Ну, было, что ведь и приходится, комиссия у нас специально создавалась, значит, непосредственного управления колхоза, 24-ю форму, вот, где у нас там все. Про сход, например, сколько чего и производства, и поголовье, например, начало, наконец. Все это досконально отчитывается по 24-й форме. Это в каждом хозяйстве так. Западешь тоже, бывало, что и штрафы наказываем. Мы нас наказывали. Например, вот у нас был случай один в 72-м году, вот тоже выпустили мы коров в поле. И пастухи у нас двое, вроде ответственного людей, и, главное, инструктаж, все с ним проведен. Выгнали они с утра. Аросавель тоже было, что клевер, например, нельзя сразу выпускать поголовье. Они взяли, покормили немножко. Ну, короче говоря, проглядели. И скот вышел у нас на клевер. И вот вот где-то случай у нас был. 42 головы у нас пало. А что с ними стало? У них не пало, короче говоря, у них не кишечник, а так. Ой, это считайте клевер, когда попадают в организм, они заполняют всю брюховину, дышать им нечего было. Короче, все задыхаются. Задыхаются, и все у них, значит, идет через горло. Если во время не успеешь, например, нож воткнуть в голодную ямку, она все уже валится сразу. И вот тогда у нас 42 головы прямо в поле все вальнулись. Сразу клевером кормить нельзя, а чем надо сначала кормить? Сначала надо, когда роса уже все сойдет, они выднали с утра. Нельзя клевером с росой. Да-да, вот потому что клевер есть клевер. Потом уже на некоторых, ну и участников бывает, что выгнали скот, да, еще и утром они накормят. Бывает, у них сдутие, считайте, получается, у них не поступает это самое через организм. Все там спучивает, и все. Животное валится прямо буквально на глазах. И вот в тот период времени, вот тогда работал еще директор мясокомбината Черепанов, Анай Матвеевич. Опять у нас, ладно, еще благодаря вот с мясокомбината, сколько людей посылали наши колхозники, все в поле, что мамай воовал. Представляете, что было? 42 коровы резали. Мы разделать-то разделали, всех увезли на мясокомбинат. И из этих 42 голов две не прошли в нас экспертизу. Они, короче говоря, у нас как падеж пошли. Ну и вот такие две головы пришлось ставить. Вот дни поставили, заведующие фермы поставили. В общем, за двух голов рассчитывались. Вы уже сказали, что у вас было 1600 голов, а на скольких фермах, то есть колхоз это сообщество ферм? На 9 ферм. 5 молочных и 4, значит, молодняка, крупного, рогатого, скота, месяц, 100 кормочек. Хорошо. Вот на этих 9 фермах сколько вообще вместе всех рабочих работало? Не только с животными, а сколько всего рабочих было? Ну, примерно. Если сосчитать всех, например, по заводски кормов, все это вот на молочную ферму у нас было, значит, 20, так, сейчас скажу. Так, поначалу, то есть поменьше было. Мы просто примерно попробуем посчитать. Ну, примерно у нас вот. Там 200 было, или сколько там, 150. Так, нет. В общем, 30 где-то человек. 30 где-то на одной ферме? Нет, вот на всех фермах. На всех фермах? Да. Ну, 20 доярок. Так, 5, значит, ночная охрана, 25 стало. Так, дальше, значит, по удалению навоза. Там ведь тоже навоз на... Смотрите, у вас 1600 голов. Эти 1600 голов сколько человек обслуживает? Ну, если 1600-то брать, так это примерно вот 50 человек будет. 50 человек. Вместе и доярки, и телятницы, охранники, так, заведующие фермами, если считать. Ну, это которые прям напрямую с ними работали. Да, напрямую работали. А всего вообще рабочих сколько было на всех этих 9 фермах? Ну, не в фермах, а, наверное, в колхозе. А в колхозе, это считайте, ведь, на считать механизаторов всех. Там и водители, там и лес. Водителей, водителей было у нас 20 человек, 28, по-моему, трактористов. 28, значит, 2048. Дальше в мастерские ведь были все. Это, считайте, было, ну, под 150-то точно было. Это все и уборка, и трактористы убирают. Трактористы корма заготавливают. Дальше, значит, что, пашут, сеют. Ну, это бригада, извините, считайте, работа-то, она не повседневная, сезонная. В общем, средняя численность колхозиков, наверное, еще рядовых, если взять, наверное, человек 180. Значит, около 180 человек во всем колхозе работают, и из них около 50 напрямую каждый день работают с животными. С животным напрямую, если за яркий колец, ну, 50, считайте, если с охраной, и с этими, так, 50, ну, пусть 55-60 где-то там человек. Почему вы выбрали профессию зоотехника? Да куда делаться? Выбрали. Ну, какой выбор вообще был в то время еще? То есть, на кого же вы могли еще пойти учиться? Так, ну, на кого, если мы уж это само проучились, так все равно где-то работать на решение. Ну, вот, а когда поступали-то, вот вы был там зоотехник, может, там, я помню, виноделы были, например, техниками в аграрном, еще кто-то были. Мы почему пошли, у нас родители, мама работала всю жизнь с дояркой, мы с животными-то работали всю жизнь, шести лет. Мама работала на ферме, когда, вот мы двое тогда, все время мамой помогали. И решили мы идти как родители. Как родители. Ну, то есть, вообще-то обучение, можно сказать, было формальным. То есть, мы уже все умели, только документы получили. А тут, конечно, уже эта самая сфера столкнулись, то, конечно, ну, куда деваться. Работать надо, работать где-то. Во-первых, все, конечно, было непривычно как-то, потому что все новое, все равно. Но и практика была у нас, это самое, тоже, ведь и доели, и там, и все прочее. Учетом занимались. Ну, вот. Ну, так, само по себе прошло все, жизнь такая. Я помню, что в советское время были такие трудовые отряды, или там, школьные бригады. Было ли такое, что к вам присылали там школьников, или студентов, которые тоже вот отрабатывали свое вот это необходимое время? Пришло время, когда, значит, вот это, чтобы молодежь шла на фермы. У нас была, значит, группа молодежного, ну, как сказать, молодежного звена в количестве. Даже у меня фотография, если я могу показать, даже девчонок было, 12, наверное, человек у нас работали. Работали они сначала под руководством опытной доярки у нас, Елкину, Зоя Самойловна. А потом уже, значит, они работали уже вот на новых фермах, не вручную, где, конечно, механизация, где. А то бы никого тут это самое. Не заманили бы. Не заманили бы. Там, потому что молокопровод стал, значит, корма завозят, трактора, мобильная раздача. Дальше, значит, навоз убираться, все. Вроде ничего, можно работать. Но все равно вот почему-то вот желания не было сразу. И условия были созданы, и общежития им построили, и все сделали девчонкам. Ну, вот так у нас это, два года поработали девушки. То есть два года, две смены. Да, две смены. Две смены. Хорошо, ну, значит, эти ребята, они не захотели работать, но потребность все равно была в новых работе. Ну, потребность вот, да, потребность была. Но потом уже стали ведь тоже на пенсию, которая заходить. И вот у нас, значит, стали потом с других регионов, программа 50 у нас стала в хозяйстве, стали строить жилье, дороги хорошие, асфальтированные, условия все созданы были. Ну, и вот приехали у нас сколько? Десять, наверное, семей. Откуда приехали? Вот с Ташкента. С Узбеки Саны, да. Да, наверное, да. С Узбекистан, да. Семи приехали, некоторые с детьми приехали. Ну, вот у нас сколько до сего времени они работали у нас. Все путем, водом некоторые. Быстро, конечно, не могли привыкнуть. Но половина все-таки работали. Животноводцы. То есть половина вернулись обратно? Они не повернулись. Не вернулись обратно, просто нашли себе другую работу. А сейчас вот из этих семей у нас осталась... Так, раз семья. Так, Геннадий Матвеев. Так вот, две семьи только остались. То есть из десяти приехавших семей сейчас... Да, сейчас настоящее время. Скоро живу, еще две семьи. Да, две семьи. В то время, понятно, животных было много. Профессия была нужна. И что думаете про сейчас? Нужна ли вообще сейчас такая профессия? А как же обязательно? Вот хозяйство-то у нас не стало. Вот эти вот с перестройкой-то у нас все цены стали подниматься на горючие-смазочные материалы, на запчасти. Потом, значит, эти... Себестоимость-то стала у нас, считай, падать продукции-то. Повышаться наоборот. Цены дорогие. Да потом это сама стали фермы ликвидироваться. Ну, я-то уже, так считайте... То есть нам, на самом деле, нужна не только вот эта вот... Не только профессия зоотехников, а нам вообще нужно бы восстановить сельскохозяйство. Обязательно. Если без восстановления хозяйства, то тут, я не знаю... Ну, сейчас уж на уровне восстановить, я думаю. Потому что фермы все разрушены, уже ни одной нет. Очень многое придется делать снова. Снова, снова все надо вновь делать. Не знаю. Я знаю, что в советское время проводились различные конкурсы, выставки. И получалось ли вашему колхозу, вот этому новая жизнь, занимать какие-то места? Может быть, просто выставляться где-то? Ну, у нас вот в хозяйстве такого... Не разу вот у нас, чтобы, например, в нашем хозяйстве какой-то конкурс был. Нет. Обычно это конкурс на фоне района. Значит, нам это само сообщают, что вот такой конкурс. Ну, кто у нас? Вот зоотехника, конечно. Если, например, техника семинатора, его пригласят. Если, например, мастер машинного доения, его пригласят. Ну, вот... Ну, это такие местные конкурсы. А вот, например, выставка ВДНХ, например, то есть народного хозяйства в Москве. На такие не ездили? Нет, ну, не ездили. Вот у меня Николай Викторович, муж-то, он просто на выставке был, но не просто, тоже как... Не в качестве участника, зрителя, да? Как участник был. С соседом он ездил и они. Вот. А так нет у нас. Ну, в районе-то были, конечно, выставки и все прочие. Конкурсы проводили, и ежегодно такой не будет, а конкурс хозяйцев. Особенно, вот, у хороших хозяйцев, вот, значит, в Солнечный мы ездили, в Путь Генина ездили. Дальше еще в Красную Звезду вязали, там погода была, и все хорошо у них, нормально. Когда вот такой тяжелый труд у вас у всех вот этих работников, в Сельскохозяйстве это вообще тяжелый труд. Вот, каждый день, работа, как отдыхали? Ну, бывает, что и отдыхаешь, бывает, что и не отдыхаешь. Чем вообще хороша вот эта деревенская жизнь, то есть, почему людям может быть интересно жить в деревне? Как вот можно хорошо провести время в деревне в то время в советской жизни? Ну, знаете, вот как-то вот раньше эта жизнь была интересная, пусть и тяжело было, но все равно люди как-то энтузиасты, или что ли мы были. Вот, возьми, Николай мой, тоже, он вообще, не знаю, всю жизнь отработал, как сказать, самоучка. Кончил, считай, дома учили, в обучении тогда их было, права получил. Он 10 лет вот работал на одном тракторе, на Белоруссии, так, марка-то какая, ну, в общем. Вот он, значит, 10 лет отработал на К-700, и все работы, ведь раньше были работы, например, соломы нет, и ездили заготовлять в другие республики, дальше, значит, работа, конечно, не из сладких, но как-то, не знаю, жили, тянулись, семья. Ну, хорошо, вот посмотрите, я тоже, мне известно, что когда-то там собирались там концерты, например, то есть, ну, к примеру, там, с гармониями, там, еще с чем-то, что еще могло быть, там, танцы собирались, это вот тоже по вечерам, например, как еще отдыхали? Когда молодые-то были, ребятишки еще у нас маленькие были, так, ну, как-то, не знаю, больно такими-то не занимались мы вечерами, но, короче, раньше как-то вот в деревнях-то жили-то собирались просто вот компаниями поговорить, чаю попить. Еще вот, например, ну, вот в школе мы всегда вот на дежурцию нас вызывали, это сама, дети учатся на вот Новый год или там какой-то праздник, это сама такие, все время дежурили. Ну, концерты, конечно, у нас Дом культуры, когда и раньше был маленький, еще деревянный, мы все в дорогу ходили, и на концерты все, и сами участвовали в программах, когда это самое. А вам самим хотелось или заставляли участвовать? Как оно было? Все организовано, это самое, слишком не заставляли, просто, если есть желание, приходите, и на сцене выступали, и в хоре, и так пили песни. Жизнь была интересная. Все это вроде на этап. Ну что ж, друзья, сегодня мы были в гостях у семьи Большаковых, вели беседу с Верой Леонидовной, в прошлом, главным зоотехником колхоза «Новая жизнь». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok